Пересматривать ставки утер сбора не будут. В правительстве Казахстана ответили на вопрос, который волнует тысячи граждан. Министерство промышленности и строительства сообщило, вопрос снижения тарифов утилизационного сбора, взимаемого при регистрации иностранных автомобилей, в повестке не значится. В правительстве Казахстана ответили на вопрос снижения тарифов утер сбора. По законам Казахстана при регистрации завезенного из-за границы автомобиля необходимо уплатить утилизационный сбор. Ставка зависит от объема двигателя. Начинается от 270 тысяч тенге и доходит до нескольких миллионов. Имеющиеся ставки не имеют логического объяснения. Откуда взяты вот эти цифры? Можно было по этой логике поставить и 200 тенге, и 200 тысяч, и 2 миллиона, 20 миллионов. Можно как на кубе сделать 100%. Поэтому то, что написаны ставки сейчас, я думаю, что это просто придумано. Лишь бы было, а как это будет, зачем, почему, объяснение в итоге так никто и не дал. То есть если бы были бы четкие механизмы, понятные, вот люди заплатили этот сбор, какая от него польза, что это дает, да, и видно было процесс весь, тогда бы, да, справедливо деньги получает государство и их используют по назначению. Сбором утилизационных платежей ранее занималась созданная в 2015 году компания «Оператор РОП». Ее связывали с младшей дочерью экс-президента Альей Назарбаевой. После тварских событий президент Касмжумар Тукаев заявил, что в адрес компании много нареканий. Ее лишили права собирать платежи. Функции передали предприятию «Жаслдаму». Изучающий проблему утилизбора активист сомневается в эффективности и этого предприятия. «Жаслдаму» жылына кемінде 250 миллиард тенге жинава олуда, оны мысал үшін біз демалыс күндерін алыптастайтын болсақ, күнне қазақстандықтарын қалтасынан кемінде 1 миллиард тенге ақшадай жұмқыр болуда. Енді бұл ақша қайда кетіп жатқаны әлде түсініксіз. Жасылдамуыдың сайтына кіріп, біз қаржылық қарбайтын болсақ, ол жерде әшейін ғана мысал үшін сол 250 миллиард ақша жиналдыма, соң 200 миллиардтай ақшасын автопромға қайтарып бірген. Бұл жүйе тимсіз екені айдай анық, одаңген оның түрінде жатқан үлкен жемкорлық, үткені олақшан тарда сол жоғарлауазымдағы шинемктер бөлісуде. Утельсбор – практика не только Казахстана, но и многих других стран. В постсоветских государствах ставки сопоставимы с казахстанскими. В Норвегии и Нидерландах они ниже в разы. Последние годы в Казахстане участились акции протеста с требованием уменьшить сумму утельсбора. После митинга в 2022 году правительство снизило ставку в два раза. Но активисты считают, что платеж по-прежнему высок и требует прозрачности в механизме его сбора.